От студентов Арха до девелоперов. Школа главного архитектора вновь открыла свои двери в Екатеринбурге. Что это за проект и какие задачи он реализует и осуществляет, поговорим сегодня в нашем эфире. С удовольствием представляю у нас гостя. Главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдулаев. Здравствуйте. Алина Рахматулина, куратор культурных программ, студентка школы главного архитектора. Алина, добрый вечер. Ашот Карапетян, архитектор и тоже студент школы главного архитектора. Здравствуйте. Про сам проект. Второй раз проходит в Екатеринбурге. Что это? Что за миссия у проекта? Какая такая генеральная идея? Генеральная идея это, наверное, все-таки изменить город к лучшему, если говорить емко. А если раскладывать на составляющие, то это три в одном. Это, с одной стороны, образовательная программа, а с другой стороны, это вовлечение девелоперов и застройщиков в качественные изменения городской среды. А с третьей стороны, это, собственно, и просветительская функция, которая направлена на то, чтобы поменять, может быть, сознание. Ну, мы это называем такая гуманизация девелопмента, если можно так выразиться. Поскольку, действительно, при рассмотрении каких-то проектных задач очень часто коммерческий запрос сформулирован довольно четко, но не всегда понятно, какую ценность развития вот это влечет для города. А мы все-таки понимаем, что запрос на качественное развитие городской среды очень актуальный, и это, наверное, задача, которой сейчас надо заниматься. То есть это даже не столько для студентов архитектурного института, сколько для тех, кто застраивает? Это процесс обоюдного влияния, в этом ценность истории, потому что в этой синергии, собственно говоря, как раз рождаются те интересные идеи, новые смыслы. И студентами-то ведь можно условно назвать ребят, потому что, действительно, это в основном молодые специалисты, либо студенты старших курсов. Либо чаще выпускники уже. Это да, в основном уже люди, которые какую-то первичную профессиональную компетенцию получили. Это некое дополнительное образование, дополнительная возможность расширить свои компетенции. Про участников. Участники нынешней школы принципиальные отличия, новенькие, кто на новенького с предыдущей школой, и девелоперам это интересно? Участники, мне кажется, становятся все более замотивированными, поскольку мы немножко совершенствуем систему отбора. Если в прошлый раз мы отбирали участников по заявительному принципу на основе портфолио, то сейчас мы высылали предварительно тестовые задания, достаточно серьёзные задания на исследовательскую работу, которые ребятами были выполнены, и на основе качества выполнения этих работ мы уже их отобрали. Причём заявок на старте было около 700, а фактически вот в школу попало 75, по-моему, 75 студентов. В конкурсе 10 человек на место. Скажем так, если говорить по-честному, конечно, кто-то из них отсеялся, не преодолев от барьера и не выполнив изначально задания, но, тем не менее, запрос и спрос достаточно высок. Но и география. В этом году у нас заявок было больше, чем из 40 городов России. Это очень большой результат. И студентов школы, если в прошлом году этот проект был практически локальный, и большинство были участников местных, то сейчас 50-50. То есть 50% – это люди, которые специально приехали на школу. И более того, многие вузы, чьи студенты прошли в этот проект, командировали своих студентов сюда за счёт вузов. Это тоже, мне кажется, говорит о многом, о большом интересе, о большой востребованности подобных проектов. – Прекрасно. Но вот для того, чтобы название не вводило в заблуждение людей, школа главного архитектора, но главный преподаватель не вы там, един во всех лицах. Там разные люди. – Тут надо всё расставить на своё и не ставить. В данном случае главный архитектор – это несколько иносказательное понятие. Главный архитектор – это, скорее, определение некого уровня компетенции. То есть это, скажем, такая компетенция, которая позволяет видеть развитие города в целом. И ведь главное в архитектурном проектировании – это люди. В центре внимания находятся люди. Поэтому мы говорим о том, что на школе главного архитектора мы учим думать о главном, мы учим думать о людях. И те, кто пройдут эту школу, смогут себя называть главными архитекторами, потому что архитектор проектирует жизнь. – Ребят, расскажите про педагогов, про расписание школы, что вам интереснее всего, что ни в коем случае нельзя пропустить или ничего не пропускается там. Ну вот про народ, который съехался и собрался. – Мне кажется, что пропустить вообще ничего не хочется. Скорее хочется, ну, мы все равно ограничены во времени в работе, в течение дня. Все это действие происходит в Ельцин-центре, и Ельцин-центр закрывается в 10 часов по правилам. Чаще всего лекции у нас немножко задерживаются, и уходя оттуда, мы еще пытаемся продолжить. – Смотрят многозначительно. – Гардировщики пишут жалобы. – Ну и мы, на самом деле, командами стараемся еще переместиться еще в какое-то место для того, чтобы продолжить работу, потому что этот процесс не отпускает вообще никогда. Хочется все время в этом вариться, крутиться. Это действительно невероятно мотивирует, очень вдохновляет, дает очень много новых знаний, которые хочется тут же применять. – Два слова про персоны, Ашот, вот для вас какие-то самые интересные, знаковые люди, которые участвуют в школе? – Ну, безусловно, это самый главный архитектор Тимур Абдулаев, и мы говорим про приглашенных звезд. Мне очень понравился архитектор, который занимался развитием арт-плея. Собственно, я подобным образом… – Мы про Ярослава Ковальчука. – Да, мы говорим про Ярослава Ковальчука. То есть, в принципе, моя профессиональная деятельность, она примерно о том же, и поэтому с ним было очень интересно взаимодействовать. Ну и там, на самом деле, очень много других прекрасных преподавателей, которых можно много сказать. – Ну, у нас действительно два замечательных голландских специалиста приехали в этот раз специально и участвуют в течение всех девяти дней в роли преподавателей в командах. Это Отто Вейрс и Йорн Шиман. Поэтому замечательные голландские планировщики. Также у нас преподавателем является Антон Кальгаев. Собственно говоря, он и выступал ранее директ-куратором публичных программ КБ «Стрелка», институтом медиа и дизайна «Стрелка», что тоже, в общем-то, его характеризует профессиональной компетенцией. – Про проекты, которые заявлены для разработки на нынешней школе. И, ну вот опять же, чтобы сразу было понимание, не стоит ждать того, что вот закрыли двери школы, и через полгода Екатеринбург превратился, не знаю, в город фантасмагоричной архитектуры, выросли какие-то новые небоскрёбы и так далее, и так далее. – Понимаете, ведь это всё-таки проект просветительский. Цель – поменять сознание, поменять отношения, поменять восприятие. Поэтому, конечно, в обособывательской точке зрения, может быть, действительно, это своеобразный кинематографический эффект. В первом кадре люди встречаются, во втором целуются, а в конце фильма через час у них появляется ребёнок. Но мы же понимаем, что цикл архитектурного проектирования очень длинный, и зачастую при постановке совершенно конкретных задач проходят годы, от момента создания идеи до момента реализации. А задача школы – это скорее попытаться найти новые смыслы и указать новые направления. И компании, компании-партнёры, которые предоставляют свои кейсы для школы, они, собственно говоря, как раз с этим запросом на школу и приходят, потому что необходимо новое переосмысление подходов к развитию определённых территорий. Подходы – это всё-таки основные направления, формирование основных принципов и те идеи в отношении этих проектов, которые могут дать новые талантливые креативные участники под руководством опытных преподавателей. Давайте тогда про конкретные направления, не проекты, но тогда такие действительно направления, процессы, которые девелоперы обозначили, насколько я понимаю. Например, Синара Девелопмент попросила, наполните нам новым смыслом и содержанием дворы. Ну вот есть комплексная застройка микрорайонов, а во дворах всё те же, не знаю, конструкции для выхлопывания паласов, ну и что-то такое. Давайте дадим новые смыслы. – Запрос более чем актуальный, потому что сейчас ни для кого не секрет, что достаточно высокая конкуренция происходит на рынке жилья, и компании-застройщики борются за потребителей, и стимулом для, собственно говоря, коммерческого успеха застройки не в малой степени является комфортность проживания, и не только на уровне квартиры, но и на уровне приватных дворовых пространств. Поэтому то, что компании об этом сейчас думают, то, что появился такой запрос, мне кажется, это абсолютно логичный ответ на существующую рыночную ситуацию. Ну а кроме всего, мы все знаем, что недавно, в общем-то, правительством Российской Федерации была заявлена программа на развитие комфортной городской среды. Это все тоже общий тренд, который сейчас, в котором мы живем, и, мне кажется, это суперактуальный запрос. – Какие-то обсуждения воркшопы, мастер-классы на эту тему были уже, накидывались идеи, брейнстурмили? – На самом деле, мне кажется, это очень интересный подход в школе, что можно, с одной стороны, участвовать и разрабатывать концепцию для какого-то своего кейса, с конкретным запросом, который к тебе от заказчика. С другой стороны, ты можешь подключаться в командную работу с другими командами и, возможно, взгляд со стороны дать. Потому что взгляд со стороны – это бывает такой очень важной составляющей работы, потому что, когда ты варишься в одном, может немножко не улавливать. – Да, то есть, например, мы собираемся большой командой, все обсуждаем, у нас рождается какая-то четкая концепция, потом приходит какой-то сторонний преподаватель или студент из соседней группы, высказывает свое мнение, нам оно кажется каким-то уместным, и у нас может все из этого перевернуться, и мы снова передумываем. То есть, у нас вечно идет борьба, оттачивание концепции, идей, что, на самом деле, делает ее более сильной со всех сторон. – Мы сейчас как раз к вам пришли на эфир, буквально только что закончился, даже мы немножко раньше ушли к коллоквиуму. Работа в школе построена таким образом, что каждые 2-3 дня происходит промежуточная оценка результатов. Каждая команда презентует сначала свою исследовательскую работу, потом промежуточные итоги, потом предзащита проектов. То есть, это интенсив, который постоянно, постоянно, постоянно предполагает сверки и проверку результатов. При этом участниками и оценщиками этой работы являются все ребята и все преподаватели. – По дворам уже есть какие-то предложения рационализаторские? – Есть несколько интересных идей, но я не буду их предвосхищать, потому что, когда школа закончится, эти проекты будут презентованы. – Понятно. Еще из запросов от девелоперов. Уктус Левобережный готовы вот так отдать на растерзание молодым архитекторам задачи, чтобы и какую-то приятную внутреннюю инфраструктуру, и в то же время, чтобы связать микрорайон с городом, решить проблему некой там оторванности его. – Это, опять же, запрос на качественное развитие городской среды, поскольку локация, о которой мы говорим, это набережные реки, это особо ценная территория. И надо отдать должное компании от Амстерокомплекс, что, несмотря на то, что у них есть вполне конкретные планы по освоению этой территории, в текущий момент времени они готовы пересмотреть эти планы, потому что, в общем-то, понимают, что новые тренды, новые запросы появились, и есть смысл сейчас на этом этапе переосмыслить проектные подходы и сделать что-то более ценное, более интересное, более востребованное, и использовать полностью тот потенциал, который у этой территории есть. Поэтому я считаю, что это очень правильный и очень своевременный ход, и думаю, что в школе будут интересные предложения, которые позволят пересмотреть развитие этой территории в сторону большей гуманизации, включенности в общую городскую застройку и большей ценности для города. А вообще, как будет строиться работа? Ну вот, будут там несколько вариантов ребятами разработаны. Что дальше с этими предложениями? Что делает девелопер, получая какие-то готовые кейсы? У нас небольшая есть, во-первых, конкурсная составляющая, поскольку над каждым кейсом работают по три команды, и в итоге это все равно небольшое соревнование за выбор наиболее состоятельного варианта. Как этим распорядятся компании и застройщики? В общем, конечно, в какой-то степени это их дело, но то, что этот запрос был сформулирован и на школу предоставлен, я думаю, это говорит о том, что этот запрос востребован. Может, по итогам прошлой школы можно сказать, как работает вот этот механизм, цепочка, процесс реализации? Я могу сказать, какие, скажем, следствия из прошлой школы произошли. Ну, во-первых, существенно поменялись первичные запросы. То есть, это то, о чём я говорил, что не секрет, что коммерческая составляющая на рынке сейчас – это в основном жилая недвижимость, но несмотря на то, что запрос всегда идёт на какое-то количество квадратных метров, на первый план начинает выходить вопрос, что это за метры, где они находятся, чем они интересны, кто жители этих метров. И как раз те кейсы, которые на школе были проработаны первые, они наполнили новыми смыслами развития этих территорий. Я думаю, что планы застройщиков от этого подверглись соответствующей корректировке. Но поскольку, как мы понимаем, цикл достаточно длинный, я думаю, что это всё попадёт в задание на проектирование и дальше будет учтено в дальнейшей работе. Ребята, вот про конкретный проект, над которым работаете на этой школе вы. Расскажите, пожалуйста. У нас на самом деле получилась довольно интересная история. Я также являюсь… Я как раз не архитектор, я пришла немножко с другой стороны. И я являюсь создателем галереи уличного искусства «Свитер». Мы не так давно закрылись летом и находимся в поиске, в стадии поиска новой площадки. И вот у нас возникла мысль, что логичным продолжением галереи «Свитер» станет создание креативного кластера в Екатеринбурге. Об этом разговоры уже идут очень давно, но почему-то не получалось. Нам было интересно разобраться, почему, ну и, возможно, эту ситуацию изменить. Мы организовались такой вот командой, к нам подключились девочки из образовательного проекта «Курсив», там молодой человек Илья Орлов из Академии ведущих. И мы начали работать над этой концепцией, после чего уже, не знаю, притёршись уже друг к другу, через пару месяцев узнаём, что в школе главного архитектора наконец-то застройщик сам пришёл с подобной идеей. Потому что мы в процессе этой работы приходили на некоторые встречи, и было довольно сложно объяснить застройщику, зачем нужен креативный кластер в Екатеринбурге, и вообще, что это такое. Здесь получилась классная история, когда застройщик сам обращается с подобной идеей. Мы с удовольствием подключились. В нашей команде появился Ашот, который как раз представляет всё направление архитектуры для нашей команды. И присоединилась Полина Иванова, она арт-группа «Подельники», работала над Белой башней. Ну, то есть вот она такую историческую составляющую поддерживает в нашем проекте. Собственно, вот примерно над этим мы сейчас и работаем. Но при этом, придя на школу главного архитектора, мы решили отбросить все предыдущие наработки, а начать так с чистого листа включиться в этот проект. И как раз благодаря этой школе мы поняли, что мы в своей подготовке, возможно, упустили какие-то очень важные моменты. Благодаря прекрасным кураторам, которые у нас есть, они нам объяснили, с чего стоит на самом деле начинать такой масштабный и долгосрочный проект. И я думаю, что у нас... Принципиальное отличие. Свитер и вот этот креативный кластер для кого, для чего? Про что он будет? Креативный кластер для чего? На самом деле, это такая многофункциональная площадка. Свитер в себя включал на самом деле много всего. Это там были ивенты образовательные, развлекательные, выставки. И, в общем, много разных составляющих было. Но на самом деле, на такой небольшой территории это сложно все уместить. Вот креативный кластер, оно должно в себя включить и образовательные проекты, это отдельные территории с отдельными мощными командами, которые работают над составом этих образовательных программ. Это и офисы, в том числе, для различных креативных индустрий. Это и инфраструктура с кафешками классными, магазинчиками. Это такой центр притяжения, куда может приехать и житель города Екатеринбурга, как в такой новый мирок какой-то, так и гости города. Но это вы сейчас на тысячу квадратных метров. Я не знаю, насколько ты. Такая площадь-то очень серьезная. Ну, да. Вот все, что вы перечислили, если это в метраж превращать. Да, то есть там, на самом деле, отличная территория, которая хорошо имеет высокий потенциал. Там очень много промышленных зданий, которые можно использовать по-разному. Там много... Там это где? Это завод Воровского. Да. Там много объединяющих пространств эти пустые цеха. В общем, и у нас есть... Мы сейчас разрабатываем идеологию этого места, какую-то общую направленность, которую мы потом выразим в этом пространстве, в оформлении, в функциональном зонировании. Я бы хотел чуть-чуть добавить, что действительно, несмотря на то, что, как Алина сказала, вот эти разговоры про креативную среду и про то, что у нас этот сегмент достаточно активно представлен в городе, идут уже давно, но эта история никогда не имела шансов материализоваться во что-то действительно, скажем такое, объективное. И есть примеры подобных территорий в Москве. Это и Винзавод, и Артплей, и Красный Октябрь. И, в общем, эта модель, она себя уже показала как некую устойчивую систему. И тут ведь скорее можно говорить о том, что креативный кластер – это не самоцель. Креативный кластер – это метод вовлечения активных субъектов, скажем так, креативщиков в жизнь городскую и создание за счёт этого интересной, скажем так, агломерации, которая в себе сочетает разные все функции, о которых ребята сказали. И когда всё это происходит на определённой территории, то эта территория же начинает жить совершенно новой жизнью. И вот компания «Принцип», которая сформулировала запрос на креативный кластер, как раз достаточно хорошо этот момент сейчас прочувствовала и понимает, что эта сейчас тема на повестке дня стоит очень актуальна. И есть на это большой запрос со стороны населения, и к этому есть большие объективные предпосылки. А мы, в свою очередь, как организаторы школы главного архитектора, безусловно, считаем такие начинания очень правильными и полезными, потому что один из тех немногих проектов, которые могут действительно школе получить путёвку в жизнь в прямом смысле слова. Потому что ведь этот своеобразный такой короткий проект по вовлечению населения, по вовлечению представителей креативных индустрий в развитие городской среды. И несмотря на то, что вся территория завода Воровского – это потенциальная территория под коммерческое освоение, но понятно, что это не произойдёт единовременно. Понятно, что там есть планы по различной застройке, но для того, чтобы территория зажила, для того, чтобы она, возможно, приобрела ещё большую ценность, очень важно начинать с ней работать и начинать привлекать к ней внимание. Спасибо большое, что нашли время этим вечером, пришли к нам в студию. Будем надеяться, что через 2-3-4 года школа главного архитектора будет открывать свои двери не в Ельцин-центре, а на территории этого креативного кластера. В том числе. В том числе. Спасибо большое. У меня на этом всё. Увидимся в эфире ТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова